Пострадавшие информации. Шехта 41, шехта 42. Вызывая на связь. Давай, давай, ты идешь на машину. Не так. Здесь, наверное, вставайте. Носилочки рядом. Вот носилочки, носилочки. Рядом. Носилочки сюда. Носилочки сюда. Нет, сюда головой. Наоборот, туда заходи. С множественными словами. Кулочными ранениями правого бедра, повреждениям бедренной артерии, артериальным кровотечением, травматический шок первой степени. Больной после оказания первой лимфицинской помощи врачами будет госпитализирован в четвертую больницу. programmed режим с лимфиками. Раб Dимф箱. Раб Димф箱. Раб Димф. контролллах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, первым выбежать из коридора, если ты слишком близко, можно лечь на пол. Ну, вообще, по возможности, выбежать в подвал. А если на улице тебя вот застал? Лечь на землю и закрыть голову руками. Надо выбежать в коридор и идти в подвал, или же лечь на... и закрыть себя руками, и приоткрыть ненагород. Нужно идти в подвал и закрывать голову руками, чтобы голову не ранить. Подожди, подожди. А вы слышали сигнал теплости? А сильно нормально слышно или не очень? Не очень. Слабовато, конечно. Слабо. Так это вот такое убежище у нас. Да, красивое, теплое. Слабо. С мороженым. Хотя и страшно и тут сидеть, оно же толком не оборудовано здесь, дочерь. Ты же видишь, разве это бомбоубежище? Если бы в ту войну было, где бомбоубежище, так разве сравнить с этим? Тут и трубы, тут и электричество, тут и канализация, и все на свете, дочерь. Что-то, что тут может хорошее, тоже, если попадет. Ну, мы сейчас в подвале, у нас тут учения. Вам раньше приходилось уже находиться в убежище, как говорится? Ну, да, мы тут были 24 числа, но мы в подвал не бежали, мы просто не успели. Мы выбежали в тамбуре, упали на пол, закрыли ребенка. Ну, в тамбуре, как заходишь, ну, так, в подвале вот мы первый раз здесь прибежали сюда. Понятно. Вы, вот, если не дай бог что-то случится, вы будете с собой брать что-то с собой? Вот у нас сумка, всегда с собой она. У нас здесь, вот у меня здесь медикаменты, чай ребеночку, пеленка, вдруг холодно, конфетки успокаивать, если не плачет, документы. Там свечки, не буду все, чтобы не это, свечки, спички. Ну, так, в такое, у нас экстренная сумочка всегда стоит в коридорчике. Мама! Да, так что мы, скажи, готовы, да? Что, Зайка? Все? Все хочет. А? На трассе. Кошет? Да. Конфетку дать? Поставили перед нами сейчас задачу максимально отработать все для безопасности жителей, для безопасности наших детей. Особенно в зоне, которая наиболее приближена к зоне боевых действий, к которой относится микрорайон Восточный. Цель сегодняшних учений мы получаем вводную от командующего сектором М о том, что в зоне досягаемости выдвинуты тяжелые орудия и есть риск поражения территории. В связи с этим поступает команда, включаются сирены. Мы добавили пять сирен в тем дом, которые были здесь по-восточному. Таким образом накрыли весь периметр. Включаем эти сирены по команде наших военных. И в течение трех минут сирены дают сигнал всем жителям, школьникам, по которым должны все опускаться в убежище. По сути, охватывается 105 домов, многоэтажек по-восточному. В каждом доме есть подвалы и они подготовлены для учений. Кроме этого, будут использованы три подземных гаража. Это улица Жукова по периметру здесь. Каждый гараж может принять до 400 человек в эти убежища. Ну и убежища, те, которые находятся в школах и садиках. Четыре школы, четыре садика тоже будут задействованы по программе этих учений.